МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, как? Театр начинается с вешалки, а наш павильон проката начинается с этой ступеньки. Руководитель проекта «Зеленый каркас» Венера Корнева неспроста начала экскурсию по ледовому катку отсюда. Ступеньку входа нововведения в прошлом году такой не было. Именно здесь начинается соблюдение уже привычной социальной дистанции. Вот эта ступенька предусмотрена именно для одного человека. Здесь больше одного человека допускаться не будет. Заходим внутрь. Это основное помещение праздничного городка. Вот в этой зоне, на вот этой стойке, будут у нас располагаться бесплатные маски, бесплатные перчатки. Они уже закуплены. Будут стоять дезинфицирующие средства. Все. Поэтому проходят люди. Здесь будет ограничено стоять человек, который будет контролировать количество посетителей. Кроме этого, здесь будут выдавать коньки и вот такие причудливые фигурки. Их называют помощниками для фигуристов. Как правило, этим инвентарем пользуются дети. Ну или те, кто только пришел обучаться катанию на коньках. Кстати, в этом году их будет почти в два раза больше, чем в прошлом. Аж 250 пар. В этом году расширили, в том числе, размерный ряд. Да, у нас в этом году даже есть коньки 48-го размера. А пока Венера рассказывала нам о том, как будет устроено главное помещение, примыкающее к катку, мы не заметили, как вышли на сам лед. Вот наш каток. Каток наш чудесный. Около 2000 квадратных метров. Совсем скоро жители Химок наденут коньки и выйдут на самый главный каток городского округа. Численность гостей будут контролировать. Единовременно кататься смогут не более 150 человек. А пока полным ходом здесь кипит работа. Прямо сейчас на наших глазах рабочие заливают каток. По их словам, такую процедуру они проводят примерно 14-15 раз в день. Каждые 40 минут. Еще одна важная деталь. В этом году зоны льда поделили на взрослую и детскую. Сделали это не только из соображений противовирусной безопасности, но и потому, что катаясь на одной площадке со взрослыми, дети часто рискуют получить травму. Разделять зоны будет вот такая желтая полоса. Чтобы хорошенько замуровать ее под лед, оказывается, нужно соблюдать специальную технологию. Выгоняем воздух оттуда, чтобы он не пузырился, чтобы было все ровнее, и подо льдом будет смотреться идеально. Сколько слоев нужно, чтобы перекрыть вот эту надпись? Суток двое, так сказать. Этим не ограничатся. Помимо яркой разграничивающей ленты, зону детского катка оградят специальными фигурками. Вот такие симпатичные елочки и симпатичные звезды. Конструкции такие ограждающие, которые будут здесь вот так вот установлены, ну, через определенное, так сказать, расстояние. Здесь же я думаю, что мы поставим несколько помощников фигуриста, пингвинов. Пока лед еще шероховатый, и по нему можно ходить без коньков, мы решили пройтись вдоль катка. На вопрос, сколько кубометров воды нужно, чтобы залить всю его площадь, ни руководитель проекта, ни рабочий ответ не дали. Говорят, подсчитать точно почти невозможно. Главное, чтобы готовый лед был толщиной не менее 8 сантиметров. Замерзать покрытию помогают специальные айсматы. Говоря простым языком, настилы, внутри которых находятся специальные проводники холода. Самое первое ощущение было здесь такое, как иней. Когда начали замораживать, иней, вот сам как-то погода позволила. То есть вот эти трубочки, которых вы говорите, они позволяют как-то быстрее замерзать в воде или что, или как? Да, конечно, но они поддерживают температуру, холод, да. Айсматы – конструкция электрическая. Питается от холодильной установки. Благодаря ей ледовому покрытию не страшен даже приличный плюс. Ничего страшного. Мы переживали такое в прошлом году. Ведь если вы помните, в прошлом году зима тоже была такая достаточно капризная, назовем ее так. Мы смотрим по ситуации. Если температура действительно повышается и нет возможности поддерживать необходимое качество льда, то мы просто прекращаем работу. Помимо основного развлечения, организаторы планируют еще много всего интересного. Например, вот здесь будет фотозона со светящимися буквами. А в конце площадки для катания установят праздничную елку. Вот там горка, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. В этом году у нас горка, мы ее между собой называем космическая. Почему? Потому что она будет... Если это сюрприз, не рассказывайте. Давайте оставим еще один сюрприз. Просто потому что она космическая. Какая будет горка? Горка будет космическая. От слова космос, от слова космический аппарат. А сейчас говорят, что космическая горка, значит она суперкрутая. Вот такое будет. Это как минимум. Чтобы порадовать людей и зарядить их хорошим настроением, что сейчас как никогда важно, организаторы проекта ледового катка подготовили много всего интересного. Но о большинстве задумок предпочли не рассказывать. Оно и понятно. Новый год – время сюрпризов. Кстати, вот вам еще один. О нем нам все-таки разрешили рассказать. Пока мы общались с Венерой, ей позвонили и сообщили. На ледовый каток в Химке везут елку. 15-метровую красавицу установят здесь уже в воскресенье. Тогда же в тестовом режиме откроют и сам каток. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров. Специально для Химки ТВ.